Ну, сегодня у нас будет такой разносторонний эфир, мы зацепим и стукачей опять-таки. Но я не виноват, что государство стукачей поглощает, успешно поглощает мою любимую страну. Мы также поговорим, зацепим крымские события и некоторые логические нестыковки, коротко. Ну и мы еще поговорим о чем? О том, что человеку делать, когда вокруг него сплошные упоротые новости. Есть люди, которые смотрят один плюс один, но это вообще уже зомбоапокалипсис, и мы не говорим за больных людей. Вот я, допустим, смотрел 112 канал всегда, и он мне нравился, ну и нравится сейчас. Почему? Потому что большинство прямых включений оттуда идут, но смотреть то, что происходит у них в студии, стало невозможным уже давным-давно. Это просто какой-то сюрреализм. Я понимаю, есть люди, которые занимаются тем, что приглашают в эфир людей, там специалистов, там журналистов. Короче, люди, которые могут что-либо прокомментировать или являются специалистами в чем-либо. Я понимаю, что эфир должен быть постоянно заполнен, но не вот этим же заполняйте его. Ну вот стою я сегодня и слышу какой-то адок вроде сбоку. Думаю, это что? Ваши виды чуть-чуть, а сейчас запустится система УПНД. Это ведущий спрашивает у молодого человека, который там сидит, ребенок какой-то сидит, нескладный. И он у него спрашивает, как вы думаете, запустится ли система вот этого вот электронного декларирования, которое уже не запустилось. И этот ребенок сидит и заикаясь начинает рассказывать, что Порошенко хороший, там слушайте. Система запустится. Главное не разгонять зраду и не делать крайне президента. Потому что если у нас что-то в стране не так, всегда виноват президент Петр Порошенко. Я надеюсь, что такие люди, как Сергей Олещенко, Шагунин... Почему сразу Порошенко виноват? Да потому ты, дитё, ты глупая, что Порошенко является президентом этой страны. Ну и журналистам говорит, вы как бы упомянули Порошенко, хотя мы о нём вообще не говорили, типа, а почему он несёт ответственность? Потому что он пообещал, что система запустится 15 числа. Стартует с 15 серпня. Ще раз наголошую. Всі мають выгорнуть свои кишени перед суспільством с 15 серпня. Иншої дати я не разглядаю и навіть чути не хочу про перенесення и прошу не вірити будь-яким чуткам та домислам. Не, ну конечно, слухам вы не верьте и всё такое, но система не заработает, потому что она ещё не готова. А вообще-то слухам не верьте. И почему Порошенко несёт ответственность? При этом мальчик продолжает зализывать задницу Порошенко. Я смотрю и думаю, это он о чём? Кто это вообще? Сейчас Сергей Олещенко и Шабунин написали, что виноватых крайне это власть, это Пётр Порошенко. К сожалению, к счастью, я надеюсь, что они впоследствии извинятся перед президентом. Да понятно, что извиняться. Уже сегодня я слышал, что вроде хотят извиниться уже перед Порошенко, перед нашим святым Порошенко. И дальше он рассказывает вещи, которые, ну уже, знаете, после революции ещё там, вот после избрания Порошенко ещё ладно. Но сейчас уже не модно такие вещи говорить. Я смотрю и думаю, да что это нафиг за сюр? Пётр Порошенко, это не Виктор Янукович, он не может позвонить по телефону и сказать, сделай так и так. У нас есть закон, у нас есть порядки в стране, и мы их уже начинаем придерживаться. Да уберите этого ребёнка из студии! Ну я не могу понять, вот этим вот журналистам, которые там сидят, им не стыдно вот смотреть на это лопочущее? Вот это вот, у нас уже закон, и Порошенко такой хороший, это не Янукович, и всё такое прочее. Ну и дальше он аргумент, почему нельзя верить Сергею Лещенко. Ну вот впечатление, что поймали просто какого-то школьника на улице. А с какого? Он не прогуливает там? А, сейчас каникулы. Брать за аргумент слова Сергея Лещенко после того, как он ужинал дружески с олигархом Григоришиным, и так и не ответил, о чём они разговаривали, поэтому я не могу хоть как-то... Как трудно подбирать слова, когда украинского не знаешь, а мамка с папкой общаются на суржике. Брать за аргумент... До тех пор, пока он не расскажет, о чём они разговаривали за ужином с российским олигархом... Кто это? Что он несёт? Спросите вы, глядя на вот это вот детское, неправильное, с лёгкими признаками вырождения, лицо молодого человека, который, используя суржик, пытается рассказать о том, о чём он вообще понятия не имеет. Кто это такой? А вот это вот один из экспертов, которых слушают украинские телезрители. Они приходят домой, включают телевизор и слушают вот это вот, вот это вот. Ну конечно, как всегда будут обвинять власть, чтобы обрушить рейтинг президента. Если бы там в студии сидел Порошенко, он бы ушёл оттуда с полностью зализанной задницей. Довольно согласен с их мнением, что возможно президента могли подставить. Довольно согласен, я всё-таки с этим... Его же надо было сразу убирать. Вот через 5 минут общения его надо было моментально убирать. Украина должна получить безвизовый режим, как и гарантировал наш президент. Слава нашему президенту! Уберите его, покажите новость, и потом скажите, наш гость удалился там куда-то. Ну в туалет может быть, как раз таки недержание детское. Но они продолжают, и они спрашивают его мнение по второму задержанному в Крыму. С этим Андреем Захтеем вышла интересная история. ФСБ, как всегда, так сказать, налажали и попытались выдать этого человека за украинского диверсанта. Но патриоты с этим миротворец давно ещё заскринили его страницу, и оказалось, что он очень пророссийский гражданин. Он работал постоянно в России, и вообще не поддерживал ни Майдан. Вот и всё, ФСБ лоханулись, провал ФСБ. Я смотрю вот на эти вот детские рутёночки, на вот эти вот попытки что-то такое умненькое сказать, и я думаю, ну ладно бы, сказал бы ты, ну где-нибудь в юношеском каком-то там эфире, ну не на 112-м, ребят, ну кого вы зовёте в студию вообще, о чём он говорит? ФСБ сразу попытались исправить его страницу, но скрины уже были сделаны, и, так сказать, миссия провалена. Миссия провалена, попытаемся зайти. В принципе, то, что я сделал тогда, когда россияне объявили о втором задержанном. Вот, я зашёл, миссия провалена, но ФСБ просто не смогли найти кнопку, кнопку, чтобы удалить его страницу ВКонтакте, по всей видимости. А вот это вот реально слушают зрители, и у нас есть ещё бабки, там, детки всякие, и они вот реально думают, что по телевизору сказали, но это же правда, делятся потом друг с другом. ФСБ такие тупые, что они не знали даже, кого они задерживают, вы представляете? Схватили, опа, раздевают его, а там зоновские наколки, вы представляете? Даже не подозревали, кого задерживают. Я так понимаю, на улице его, наверное, схватили прямо. Доносить людям правду, особенно на Западе, что это провокация России. Далее он рассказывает, что нам надо делать. Вообще, на Западе, вот там, где я живу, надо доносить людям правду, что провокация России, это всё понятно. Слушаем дальше. Показывать, что есть один гражданин, которого украли из нашей страны, вывезли, ему одели мешок на голову, его душили, и он дал показания. Это, по мнению этого ребёнка, надо рассказывать на Западе. Ну, на Западе же, понимаете, лопухи вчера в эфире этого же телеканала. Почему журналисты не прерывают его и не говорят, дружище, стоп, стоп, ты немного там отстал, уже сутки прошли с того момента, как мы уже знаем, что он заехал туда самостоятельно. Никто мешок на голову не надевал, никто не душил. Клоун. Другой человек, который фигурирует в этом деле, это просто актёр, российский бывший тюремщик, которого выдали за украинского диверсанта. «Объясните этому ребёнку, что тюремщик это тот, который охраняет зэков». Ха-ха-ха-ха-ха, тут смеют. Короче, они говорят, что вот этого вот мужика, вот, ФСБ лоханулся, потому что взял этого мужика. Я не только от таких вот упоротых детей это слышал, но я слышал от разных людей, что типа лоханулись. Потому что, смотрите, он же сидевший и пророссийский. Хорошо. Но ещё вчера говорили, что Панова ФСБ выбрала. Выбрала Панова, потому что он типичный, типа, подходит на роль карателя. «Потом ушёл вместе с ребятами-добровольцем на фронт. Вернувшись с фронта, стал активно в деятельности, занялся активной деятельностью политической партии УКРУ. По пропаганде российских СМИ он идеальный бендеровец, который ест младенцев на завтрак». Понимаете? Так определитесь уже с версиями. ФСБ важно показать типичного карателя или им всё равно? И вот сейчас вот они показывают, украинский диверсант это пророссийский какой-то там Васёк. Определитесь уже, что вы вообще плетёте? Я думаю, что на Западе люди умные, там никто не поверит. Так само, как и в Украине. А в СССР, он у нас захитнул? Так само, говорит, как и в Украине. Это слово «такси» или что? Или иди учи язык уже, хоть какой-нибудь. Миссия ФСБ провалена и ребята очень плохо поработали. Судя по тому, что они выдали за украинского патриота, российского, пророссийского тюремщика, то они довольно уж плохо поработали. Тюремщика, говорит, выдали. Опять тюремщика. Довольно уж плохо поработали. Почему он сидит и вещает на телеканале, который смотрит колоссальное количество жителей Украины? Почему? Так надо не уважать своего зрителя, чтобы не прерывать вот это вот существо и не говорить просто, что ты несешь. Более того, надо спросить у него, а как там вообще в Крыму? Крымчане уже стали понимать, что Россия им не дала того, что они ожидали. Ну мало этого всего, мало. И тогда спрашивают, а как вы относитесь, вот если на разорвутся дипломатические отношения? Президент и премьер-министр и Климкин думают и про наших граждан в России. О, пороху бутерброд не лезет в рот. Думают, как там народ. Объяснили бы ребенку, что нет Порошенко в студии. Все, прекращай. А дальше он выдает очередной перл, или можно вот его лексик исследовать, сказать перл. Перл-хардбор выдает. Если мы разрываем дипломатические отношения с Россией... Ну и наконец-то журналистка вписывается, потому что вот этот чахлик, он не владеет вообще вопросом. Он путает дипломатическую и консульскую службу. Они потеряют большую защиту от Украины, которую мы можем там им помочь. Если вы дизнавались там, каким чином эта допомога, певною чином додается громадянам, которые проживают не на территории Украины, этим опекается не ведомство дипломатическое, а выключено консульские отделы по всей территории. Ну, не хорошо получилось. Главное, второй этот журналист сидит и молчит. Ему главное, знаете, до конца рабочего дня, потом зарплату получить и все. Разрывание дипломатических отношений жидким чином на работу консульств не впливает. Хорошо хоть это вписалось, потому что это же смотрят миллионы людей по всей стране. Заявление Медведева это просто блеф. Сейчас Россия играет на то, чтобы показать всему миру, какие мы братские народы. Поэтому Россия использует даже наших олимпийских чемпионов в своей пропаганде, в своих российских телеканалах. Мы все-все убираем этого человека, и вы, отплевавшись, а кто и отсмеявшись, спросите, что это за чмо все-таки? А я вам скажу. А это человек, который постоянно кому-то грозит расправами, который разоблачает, изобличает, постоянно пишет доносы, рассказывает о том, что кому-то не поздоровится. О, смотри, пророссийский пропагандист, экс-украинский журналист Шари. Дело совсем не во мне, просто я прозрел, когда я понял, что вот это вот дрожащее, заикающееся, сужикоговорящее чмо, это и есть тот грозный, грозный жук навозный, который постоянно рассказывает, что где-то кого-то там, а кого-то не поздоровится, кого-то там повесят, кого-то там расстреляют. Постоянно кропает свои доносики в своем блоге. Вот это вот оно. А вот теперь, не станет ли стыдно всем тем, которые боятся этих доносчиков? Не стало вам стыдно? Ведь все эти доносчики, они в подавляющем своем большинстве трусы. Они в подавляющем большинстве какие-то ущербные, с какой-то неправильной формой головы. Понимаете, сужикоговорящие, какие-то чучелки. Чучелки! Ну чего же вы их боитесь-то? Боже мой, они же живут вашим страхом. Доносчик – это в первую очередь чучело огородное. В первую очередь, это человек, одержимый комплексом. Это слабак, трус и мразь. По ее словам, акция была вызвана нашумевшей статьей, размещенной на одном из мариупольских интернет-ресурсов. В статье авторы, опираясь на данные социальных страниц мариупольских учителей, утверждали, что многие из них являются пророссийски настроенными и выступают за сепаратизм. Это уже продолжение истории, потому что сначала запорожский сайт стуканул на учителей, потом мариупольские сказали, мы же не хуже, тоже стуканули на учителей. А потом вот уже собрались ущербы. Вы обратите внимание на их волосы, на их там прически, на их одежду. Это же ущербы настоящие. Собрались, и они уже требуют там уволить этих учителей. И вот активистка, смотрите. Сегодня можно сказать, что являются сепаратистами, но для того, чтобы это доказать, нам нужно идти до суду и в суде доказывать. Но есть статя 56 закону Украины про обучение, и мы пишем листы, потому что они непрофессионально ставятся до обучения, до детей. И ущербное это рассказывает о том, что учителей надо уволить, потому что они непрофессионально относятся к образованию детей. То есть лайкнул ты какой-то там статус по поводу власти украинской, безгрешной, значит, ты уже неправильно относишься к воспитанию детей. Я видел во всех школах города, где я вот учился, я видел очень много настроенных сепаратистских учителей. Вот на этого конченого доносчика посмотрите, страшный, да? Конечно же, они не говорили, что там носите российские флаги, там они призывали Путина, но на это были очень яркие намеки. Видите, это Кончита Мартинес может заработать очень много денег, он может просто читать чужие мысли, намеками все понимать. Страшный он? Я пришел особисто запропоновать им зібрати речи, допомогу для выезда в ту краю, которую они любят. Слюни глотают, заикают, грязный какой-то оселед торчит, футбол капотная. Я, кстати, ждал, что он скажет собирайте вещи и отдайте их мне. Нет же, ты посмотри, какой грозный, пусть уезжают отсюда. Вершитель судеб, они уедут, а кто преподавать будет? Чмо будет преподавать в школе, да? Я думаю, скоро так и будет. А вот теперь смотрите, вот эта вот барышня, которая стояла там и призывала, она рассказывает об очень важных вещах, вот она рассказывает о том, как вызвать страх. Смотрите на нее, посмотрите на нее, в моей юности таких называли сиповка. А его реально вот так вот всего трусит, а потом этот, значит, с завода самый главный, что он стоит со мной, говорит и говорит, вот Галина, я за Украину, я тут, что ж такое? А меня потом подзывают, говорит, да мы ж на улице там с краской совсем ждем. Так вот, подходит к ней, а она чувствует унижение чужое и говорит, я ж за Украину, а оказывается, ее соратники на улице с краской уже человека ждут. Ох, им нравится это, их боятся, им это очень нравится. Перевыховываем. Ну да, так по трошке. И на заднем плане какой-то там соратник говорит, перевыховываем, типа перевоспитываем, а она по трошку. Им очень нравится то, что вы перед ними лебезите, то, что вы их боитесь. Оно сиповка, оно не нашло бы себя даже где-нибудь на окружной в Киеве. Оно, ну просто, оно никому не нужно. И во все времена вот такие вот, они занимались тем, ну чем, чем они и должны заниматься. Здесь они расцвели, посмотри. Хоть она и расцвела, но стрижут себя до сих пор сама, к примеру. Да вы видите, вы посмотрите на нее внимательно. Но, ее боятся. Как я проводила дома субботник, а у меня соседка такая. Вот там, какая-то самая новая века. Чемодан, вокзал, Россия. Две минуты на сбор. И стальные нотки какие. Смотрите-ка, на соседку она уже готова. Ты просто чемодан, вокзал, Россия. И посмотрите, как она играет лицом. И ее боятся. Вот эту вот сиповку боятся. Нет, нет. И вот уже ее муж вышел там в субботник. Два часа он слушал Вакарчука. Ну и она рассказала. Два часа слушал Вакарчука, понятно. Два часа послушал, стал патриотом. Ну и заканчивает тем, что уже мариупольцы подходят к ней. Ну, ей очень хочется вообще показать свою значимость. Заканчивается субботник, ко мне подходят жители такие, смотрят на меня, там цветочки высадили, поубирали все. Такие подходят на меня. Слава Украине! Я говорю, вот видите как. Я верю, что когда-нибудь настанет то время, когда все эти подонки, доносчики, все те, кто писали эти доносы, стращали людей, своих собственных соседей, все они будут люстрированы. В самом худшем понимании этого слова. Я верю в то, что когда-нибудь вот эти вот все мрази не смогут не то, что по профессии своей работать. Многих из них профессий даже и нет, но они просто называются журналистами, еще там кем-то. А будут с помоек жрать, в принципе, там будут жрать, где они и должны жрать. Будут с крысами трапезу делить, но для этого, чтобы эти времена наступили, их нельзя бояться. Их просто не надо бояться. Я понимаю, что иногда, если твоя соседка готова написать на тебя донос, понятно, что ты живешь в конченом государстве, это, понятно, вызывает определенные сомнения. Хотя бы не прогибайтесь перед ними, не прогибайтесь, они живут вашим страхом, не показывайте этот страх, плюйте на них. Они те, кто они есть, а вы люди. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok